Разверзлись хляби небесные Вот и узнаем, наконец, кто как умеет плавать Здравствуйте, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет Все-все больше не буду о шукшинских Но как не отметить первую полосу комсомольской правды Сергеем Безруковым и алтайским хлебом с солью Думаю, в этом году фестиваль был еще лучше, чем в прошлом И завидую корреспонденту комсомолки Марине Кочневой, которая там побывала И с Сергеем Гармашом в храме постояла И с Никасом Сафроновым на пикете побеседовала Такие герои, как Василий Шукшин Способны действовать на сознание потомков много лет Даже когда они уходят в другой мир Сказал комсомолки владыка Сергий Который впервые был на шукшинских чтениях На пикете, по словам епископа Барнаульского и Алтайского Остро чувствуется связь между живыми и ушедшими Это вдохновило меня, убедило, что мы не зря трудимся на земле И слава богу, есть такие места, куда могут прийти люди Единого духа, единой судьбы Московский комсомолец о прекрасном и о прекрасной Юлия Кикоть, свободный художник, дизайнер и педагог На прошлой неделе презентовала очередную экспозицию в Барнауле Новую экспозицию можно посмотреть в арт-галерее Бандероль Почти до конца лета Работы, собранные в двух залах галереи Объединены по принципу цветового нигилизма В них цвет либо отсутствует, либо уходит на задний план Тепло, а на первом месте всегда рисунок Тепло-холодные вариации черного порой богаче, чем самые активные и яркие цвета Уверена Юлия Один из моих наставников всегда говорил, что учиться нужно у черного Если в нем найдешь 16 правильных оттенков, это и есть живопись В Алтайской правде занятная новость В Барнауле впервые прошла церемония помолвки В России предложение руки и сердца традиционно делается в узком кругу А вот в Европе помолвку празднуют пышно Что-то подобное решили попробовать и в Барнауле Мы сами предложили паре этот эксперимент Рассказывает Юлия Поторичина, заместитель заведующей ЗАГСом Октябрьского района Влюбленные Оксаны и Дмитрия давно встречаются Но именно в ЗАГСе Дмитрий сделал предложение и подарил кольцо Массово проводить помолвки мы пока не планируем Но если будут поступать предложения от самих влюбленных С удовольствием откликнемся Вечерний Барнаул сообщает В Крае публикуют первые списки рекомендованных к поступлению в ВУЗы Списки второй волны зачисления после победителей Олимпиад, льготников И поступающих по целевому набору Появятся 5-10 августа Кроме того, на сайтах ВУЗов Края абитуриент может узнать о своем рейтинге Который регулярно обновляется в реальном времени И получить информацию о местах в общежитии Сейчас стоимость комнаты в общежитии коридорного типа Начинается от 400 рублей Секционного от 800 Поздравляю своего племянника с поступлением в университет Молодым везде у нас дорога Главное правильно ее выбрать Увидимся послезавтра Счастливенько Целую Счастливенько Счастливенько Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Счастливенько